Здравствуйте, эфир телевидения «Российский железный дорог» продолжает программа «Транзит». Сегодня мы поговорим о перевозке грузов и о вагонной составляющей. Гость нашей студии, исполнительный директор первой грузовой компании Александр Сапронов. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, действительно, крайне интересно был 2017 год. Мы много наблюдали за тем, каким же будет тариф на перевозке грузов. Это была очень яркая тема 2017 года. Но между тем, по вагонной составляющей тоже есть много вопросов, на которые от вас хотелось бы получить ответы. Но в первую очередь, Александр Алексеевич, для вас 2017 год, для первой грузовой компании, по экономическим вопросам был сложнее предыдущих лет? Или все-таки вы ощутили некое повышение качества работы? Вы поняли, что экономически этот год более выгодный и успешный, нежели предыдущий? Безусловно, уходящий год был весьма успешным, весьма положительным с точки зрения экономики, но и не только экономики. Я считаю, что мы сделали заметные шаги в технологии, в технологии взаимодействия с грузовладельцами, в технологии взаимодействия с перевозчиком. И, на мой взгляд, самое главное, произошло такое, знаете, понимание более глубокое о том, что производительность вагона – это ключевой фактор. Это ключевой фактор, используя который мы можем, имея на сети меньшее число вагонов, выполнять те задачи, которые стоят перед операторским сообществом, перед перевозчиком, выполнять заявки грузовладельцев на продукцию, которую они производят. На мой взгляд, этот фактор, фактор производительности вагонов, он получил очень серьезное развитие. Об этом заговорили. Достаточно привести такую цифру, которую публиковала газета «Гудок», и дальше это, так сказать, находило отражение в различных выступлениях представителей ООО «РЖД». Ну, в частности, сокращение оборота вагона на одни сутки дает прибавку или высвобождает порядка 60 тысяч вагонов. Огромная цифра. Одни сутки на одном полюсе и на другом полюсе 60 тысяч вагонов. И представим себе, сколько можно сэкономить инвестиций, сколько можно получить положительного эффекта, по сути дела, не вкладывая средств в этот фактор, а, по сути дела, повышая интенсивность использования подвижного состава. Что за этим стоит? За этим стоит интенсивный подход к использованию вагонного парка. Не экстенсивный, когда мы бесконечно наращиваем парк и этим увеличиваем нагрузку на сеть, на инфраструктуру, на то, что надо больше локомотивов, людей, путевого хозяйства и так далее. Чем меньше вагонов, тем меньше эта нагрузка. Это выгодно перевозчику. Безусловно, это выгодно операторскому сообществу, потому что здесь на них ложится более низкая, более, ну что ли, малая инвестиционная нагрузка. Это тоже фактор, безусловно, важный. Ну и самое главное для грузоводельца, которому должно быть комфортно. Ведь все-таки надо давать отчет тому, что и операторы, и перевозчик – это сервисные компании. Мы оказываем услуги тем, кто производит продукцию. Метаургам, угольщикам, сельхозпредприятиям, ну и так далее. Так вот, нагрузка на них в этом случае тоже будет меньше. Они будут меньше платить за транспорт. В конечном итоге выигрывает экономика страны. Нет ощущения у первой грузовой компании, что сейчас сверху есть некая компания, чтобы на сети увеличился парк вагонов. Потому что где-то примерно с августа 2017 года началась история крайне непонятная. В разных СМИ абсолютно разная информация. Где-то пишут, что дефицит вагонов для щебеночников. Также даже металлурги говорили, что есть некие проблемы. А читаешь какие-то другие новости, где сказано, что все хорошо на сети. Я к тому, что, по-моему, складывается ситуация, при которой будет наращивание вагонного парка, опять же, превентивным методом. Потому что, по-моему, сверху есть понимание, что вагонов не хватает. Их очень много, наверное, опять произвели. Это ситуация, которая напоминает то, что было несколько лет назад. Мы уже проходили через это. Урал-вагонзавод, Тихвинский вагоностроительный завод, Алтай-вагонзавод. Сейчас идет наращивание мощности. Александр Алексеевич, вам не кажется, что мы в будущие годы увидим колоссальный перфицит? Если можно такое рисовать, то он может быть колоссальным. Но все-таки мы его увидим. И мы опять будем фактически регулировать дерегулированный рынок. Очевидно, что без строительства новых вагонов не обойтись. Парк стареет, парк выбывает. И, разумеется, на смену одним вагоном должны приходить другие. Но то, что это должно осуществляться в таких разумных пределах, чтобы был баланс, баланс спроса, баланс предложения вагонов и одновременно баланс той производительности, о которой я говорил. А ценовой баланс? Естественно, это ключевой фактор тоже. Сколько стоит вагон? За какие сроки он окупается? Я приведу такой пример из практики. Вот мы, первая грузовая компания, приобрели 775 тонн вагонов, или инновационных, как их называют, окупаемость этого проекта более 10 лет. Более 10 лет компания должна будет рассчитываться с банками. Только после 10 лет компания начнет приносить доходы, отдавать деньги акционерам компании. Вот, пожалуйста. Поэтому, безусловно, с одной стороны, или на одном полюсе без строительства новых вагонов не обойтись. Это ключевой фактор, но такой же ключевой фактор это должно быть в разумных пределах. И я сказал, что гораздо выгоднее для всех участников рынка, и перевозчика, и грузовладельцев, и операторского сообщества обеспечить интенсивное использование вагонов, повышать производительность. Это гораздо дешевле. Ну, хорошо. Вагоны стоимость. Вот сейчас на рынке цена от, если не ошибаюсь, от 2 600 до 2 800 миллионов. Получается, здесь, если компания приобретает эти вагоны, она должна быть уверена, что они будут в ближайшие годы эксплуатироваться. Потому что, вы говорите, ПГК взяла на себя обязательно 10 лет. И только через 10 лет эти вагоны будут приносить прибыль. Есть понимание, что да, действительно, в течение этих 10 лет будут те самые грузопотоки, то самое количество грузов, которые будут востребованы носить, чтобы эти вагоны действительно окупить? Здесь опять нет однозначного ответа. Во-первых, насколько интенсивным будет строительство нового подвижного состава. Один фактор. Второй фактор – насколько будут востребованы вагоны. То есть, как будет развиваться экономика. Ведь в конечном итоге и операторы, и перевозчик, зависимо от того, как работает экономика. Если есть груз, если есть грузовая база, все в порядке. Если экономика работает с меньшей динамикой, то, естественно, и спрос на подвижной состав падает. То есть, тут опять сходятся несколько факторов. Но опять подшликну, что гораздо экономически эффективнее во всех отношениях и для всех участников рынка, когда подвижной состав приобретается или строится в очень умеренных размерах. А ставка делается на рост производительности подвижного состава. Это, на мой взгляд, один из таких важнейших составляющих, на которую мы должны делать ставку. Здесь понятно. Возвращаясь к дефициту вагонов. Читала, опять же, в новостях, что первая грузовая компания предприняла такую попытку, как предоставить, например, для компании паруса для перевозки зерна крытые вагоны. Александр Алексеевич, это было какое-то единовременное решение или все-таки эта практика получит действие в последующее время? То есть, действительно, вы поняли, что это положительно? И, в принципе, участники рынка согласны на это? И сегодня будут использовать эту технологию? Я бы сказал, это ответ на потребности рынка. У нас в стране высокий, или, как говорят, небывалый урожай зерна. Высокий спрос на перевозки. Не хватает специализированного подвижного состава. Были времена, когда в крытых вагонах успешно возили зерновые грузы. Поэтому мы вспомнили это время и воспользовались тем опытом, который был в прошлом. Для этого, конечно, требуется специальная подготовка вагона. Вагон должен отвечать всем требованиям, которые необходимо выполнять при перевозке зерна. Тем не менее, такой опыт мы получили. Я не могу сказать, что он получил такое широкое очень применение, но опыт такой есть. И сегодня первая грузовая компания этим опытом пользуется. Как известно, у первой грузовой компании крытый подвижной состав является наиболее крупным на сети российских железных дорог. У нас порядка 16 тысяч таких вагонов. Мы являемся, наверное, одним из крупных владельцев этого подвижного состава. Ну, собственно, наверное, есть и закономерность в том, что мы начали заниматься такой работой. Да, безусловно. Александр Алексеевич, опять же, возвращаясь к теме дефицитов, скажите, пожалуйста, для первой грузовой компании. Ранее вы сказали, что было приобретено 7 тысяч вагонов инновационных. Когда принимается решение о покупке вагонов? В первую очередь, вы смотрите на ценовую политику, на рынок. По каким правам он сейчас играет? Какие грузы сейчас приносят наибольшую доходность? Какие критерии здесь работают? Ну, безусловно, ключевым является рыночный фактор. Мы формируем прогноз спроса и предложения на подвижной состав. Ибо если спроса не будет, то зачем вагон? Какую роль он будет выполнять? Ну, стоять, ждать работы. Совет директоров утвердил бюджет, в том числе инвестиционную программу на 2018 год. Мы планируем и заложили в бюджет приобрести порядка 5 тысяч полувагонов. Как это произойдет, в какие сроки, я сейчас не стал бы на этот вопрос отвечать. Это покажет перспектива, опять-таки конъюнктура рынка. Но потенциально такую возможность совет директоров заложил своим решением. 5 тысяч вагонов, опять же, читалось, что, возможно, будут закуплены у Уралвагонзавода. Ну, вы знаете, в России ряд производителей, которые выпускают полувагоны. Мы будем смотреть, где у кого какая цена, в какие сроки эти вагоны могут быть изготовлены. То есть, опять же, это вопрос выбора. Хорошо. Другая компонента. ПГК в 2017 году инвестирует в ВРК. Грязь, если не ошибаюсь, верно же? Это решение, с точки зрения стратегии, оно было принято для диверсификации? Или все-таки к этому шли планово и долго? То есть, внезапно поняли, что стоит тоже туда вложить деньги? Или же все-таки оценили рынок, как это была какая-то компания, нескольких лет? Смотрели, смотрели, присматривались и решили выйти? Это стратегия компании. Мы исходим из того, что нужно иметь сочетание собственных вагоноремонтных мощностей и тех мощностей, которые мы загружаем на рынки или пользуемся услугами. Развитие вагоноремонтного предприятия «Грязи» – это стратегия компании, вполне осознанная. Депо, как известно, расположено рядом с Новолипецким металлургическим комбинатом, где формируются огромные вагонопотоки. И очень выгодно иметь рядом депо, где минимальный порожный пробег на вхождение вагона в ремонт, на выход его из ремонта. Поэтому, с точки зрения экономики, безусловно, это правильная инвестиция. Но еще раз подчеркну, что мы выступаем за то и политику эту проводим, что надо иметь сочетание собственных мощностей и пользоваться рынком. Тогда это позволяет тебе, с одной стороны, сбалансировать затраты, с другой стороны, имея свои собственные вагоноремонтные мощности, ты имеешь возможность выбирать, а куда сделать крен, где размещать заказы на ремонт, на своих мощностях, на тех мощностях, которые есть на рынке. Сегодня на рынке довольно большой выбор. Есть большие мощности, которые принадлежат российским жилетным дорогам, но одновременно работает очень мощный частный сектор. И мы пользуемся. То есть, у нас получается, что вагоноремонтные вопросы, они размещаются и решаются в трех паскостях. Это собственные депо, это вагоноремонтные мощности ОАО РЖД и частный сектор. Таким образом, получается некий баланс на рынке, потому что есть и частный сектор тоже. Ну, баланс, а самая главная возможность выбора. Можно выбирать. А когда есть возможность выбора, значит, есть конкуренция. А если есть конкуренция, значит, есть возможность снижать издержки, повышать качество. Потому что вагоноремонтники, естественно, соревнуются за то, чтобы получить заказы, быть с работой и так далее. Это рынок уже работает. СМИ деминирует информацию, что в 2017 году ПГК, то есть ключевой элемент стратегии, перегрузовая компания, это было повышением производительности парка. Вы это можете подтвердить, или все-таки было несколько направлений стратегической деятельности компании? Безусловно, в 2017 году мы делали ставку на повышение производительности. И это было связано в том числе с тем, что у компании было довольно большое выбытие в 2016 году. Мы в 2016 году списали порядка 52 тысяч единиц подвижного состава. Разного подвижного состава, конечно, преобладали полувагоны. И размышляя о том, а как ответить на этот вызов, это вызов для компании был, мы сделали ставку на рост производительности. Она себя, безусловно, оправдала. Нам, конечно, помогал рынок, если брать экономические показатели. Но и ставка, о которой я сказал, она тоже сделала свой вклад в результаты компании. Компания получила порядка 100 миллиардов рублей выручки. У нас хорошие показатели маржинального дохода, ЕБДы, чистая прибыль. Когда на вашем месте бывают грузоотправители, они говорят конкретные направления о невывозе груза по разным причинам. Вот кто-то говорил о непогоде, что тоже наносило свои коррективы. Другие, например, щебеночники сетывали на угольщиков, что в их пользу отдавали полувагоны. Александр Алексеевич, все-таки проблема где складывалась? Где были вот эти узловые элементы, которые создавали, как мне кажется, некий искусственный дефицит на сети? Потому что, опять же, еще третья сторона медали была. Рассказывали о том, что в портовой зоне тоже складывается ситуация, которая негативно влияет в целом на перевозку. Потому что вагон простаивает и ждет своего часа. И таким образом, естественно, получается простой. Объясните, пожалуйста, вот первая грузовая компания, какие может привести примеры, опять же, если такая ситуация складывалась, да? И действительно ли, что дефицит образовывался? Здесь нет такого, знаете, однозначного ответа кто-то. Ответ здесь комплексный должен быть. И проблема комплексная. Она связана и с тем, что, безусловно, вносит в свою лепту непогода. Это когда флот не приходит, потому что непогода этому мешает. Но есть субъективный фактор, когда вовремя флот и погода с погодой в порядке, но флот не подошел вовремя. И в это время в порту скопилось такое количество груза, что порт не в состоянии принимать вагоны и разгружать. Это тоже имеет место. Есть проблема планирования, когда одновременно в ту или иную точку, так сказать, приходит такое количество вагонов, которые не в состоянии переварить, справиться с нагрузкой. Либо это предприятия, которые получают эти вагоны с каким-то грузом и не в состоянии обеспечить их выгрузку. Либо это порт, либо это даже целое направление, там, южное или какое, и поэтому приходится либо бросать поезда, останавливать их. А все это в конечном итоге на что влияет? На производительность подвижного состава. И я здесь бы подвел такой, знаете, общий знаменатель – культура отношения к вагону. Вот культура отношения к вагону, она, на мой взгляд, остается во многом той прежней из плановой экономики, из эпохи профицита, когда вагонов было много. А сегодня ситуация абсолютно другая. И поэтому возникают вот такие локальные или, скажем так, отраслевые проблемы. Вот вы назвали щебеночников, не хватает вагонов. Потому что в это время они где-то простаивают с грузом, ожидая выгрузки, либо простаивают в порожнем состоянии, ожидая погрузки. Это культура. Культура планирования. Культура того, что если у тебя фронт выгрузки может в сутки выгружать условно 100 вагонов или 10 вагонов, а ты заказал в разы, а порой в десятки раз больше, они пришли на станцию и стоят, ждут очереди, и еще будут сдать 5 суток, 10 суток, 15 суток. Это же еще экономические потери. Ну, для оператора, безусловно, это потери. Но это потери для всех. Потому что этот вагон должен был бы выгрузиться и пойти дальше к тому же щебеночнику. Взял бы там груз и опять пошел дальше. Но он не пошел, он стоит. Вот эта вот культура, слово культура, ее надо менять. А культура в головах, в психологии, в отношении к вагону. Какие инструменты для изменения, Александр Алексеевич? Что может сегодня ситуацию нормализовать? Какие решения? На мой взгляд, все участники перевозочного процесса или рынка грузовых, железнодорожных перевозок должны осознавать, что все мы очень зависимы. Не будет счастья, не будет комфорта, если хорошо только у тебя. Ты обеспечил себя подвижным составом, вокруг завода расставлены вагоны и так далее, и так далее. В это время остальным плохо. И страдают смежники. В это время ты можешь лишиться того, что к тебе не придет сырье, потому что за ним должен был уйти этот вагон, а он не ушел. Ведь давайте посмотрим, как сегодня работают промышленные предприятия. Если в прошлом была так называемая накопительная экономика, когда на складах предприятия находились десятки, сотни, в зависимости от масштаба, тонн сырья, вспомогательных материалов. Одним словом всего того, что нужно для производства. То сейчас экономика оборотная, когда таких запасов на сутки, на двое, на трое. Почему так? Потому что это оборотные средства. Чем больше у вас запасов, тем больше вы отвлеклись средств. Тем меньше они работают на производство, на экономику завода, фабрики, транспортные компании и так далее. Отсюда значение работы транспортного конвейера, значение культуры отношения к вагонам, о которой я сказал, должно быть абсолютно другим. В этом гвоздь всего того, о чем сейчас мы с вами говорим. А вот к негативным элементам можно ли отнести недостаток пропускных возможностей? Потому что, вспоминаю, из долгосрочной стратегии развития РЖД, там сказано, что, по-моему, 9200 километров узких мест. Ну и ищутся методы, как, собственно, их расширить. Безусловно, необходимо вложение в инфраструктуру, но тоже возникает вопрос финансирования. Это другое. Подскажите, пожалуйста, именно отсутствие пропускных возможностей по тем или иным направлениям действительно вносит свои коррективы сегодня, по 2017 году? Вот первая грузовая компания ощутила это? На мой взгляд, и да, и нет. Опять нет однозначного ответа. Почему? Ведь груз идет туда, где его востребует рынок. И, условно, вот сегодня он пошел на Дальний Восток. Я сказал, условно. И не хватает пропускных возможностей. Не хватает пропускных мощностей. Есть какие-то узкие места. Меняется конъюнктура. И через какое-то время груз вместо Дальнего Востока может пойти на северо-запад. И так далее. Груз мигрирует. Он мигрирует за рынком, за тем потреблением, которое рынок формирует. На мой взгляд, должен соблюдаться некий баланс. Вот такой некий паритет. Восток, юг, запад и так далее. Исходя из того, куда тяготеют рыночные потоки. Вот на этот баланс надо очень серьезно смотреть. Надо очень серьезно моделировать этот баланс. И уже исходя из этого, строить инвестиционную политику по расшивке этих мест. Еще раз говорю, что это вопрос не одного сложного, что ли, однозначного ответа. Вот надо здесь 9 тысяч точек, как вы сказали, мы ликвидируем, и все будет в порядке. Да нет. А завтра рынок повернется в совсем другую сторону. И новые точки появятся. А инвестиции, которые в эти точки вложены, ну, увы, не будут работать. Понятно. У пергрузовой компании на 2018 год уже есть понимание стратегического действия? С учетом как раз-таки рыночных реалий, наверное, уже есть некая картинка того, что же будет в 2018 году. Ну, во-первых, мы предпочтили очень серьезные усилия по закреплению тех отношений, сервисных отношений, которые мы традиционно имеем с нашими ключевыми клиентами. С большинством из них мы пролонгируем договорную базу. Причем пролонгируется она не на год, не на два, а это долгосрочные соглашения. Ну, по тем из них, где они истекли. Это создает компании устойчивые гарантии того, что вагоны будут обеспечены работой. Следующий фактор. Мы четко понимаем, а сколько вагонов нужно компании иметь. Какое количество компании иметь под ту грузовую базу, которую мы для себя формируем и считаем оптимальной. Ведь мы тоже не можем ее формировать бесконечно. То есть, есть разумные пределы, когда существует баланс между экономикой вагона и тем объемом груза, который вы перевозите. Какая-то отметка? Сколько вагонов требуется? У нас есть четкий прогноз по каждому роду подвижного состава. По полувагонам, по цистернам, по крытым вагонам. У нас в этом отношении есть. Я не хотел бы назвать этот баланс. Это все-таки такая разработка компании. Но, тем не менее, ответственно скажу, что у нас есть четкое понимание, сколько иметь вагонов. Могу лишь дополнить, что у нас нет гигантомании. Вот этого точно мы себе позволить не можем, этого мы избежим. Абсолютно прагматичный подход, баланс спроса и предложения, баланс наиболее оптимальной грузовой базы, баланс отраслей, в которых мы работаем. А мы работаем в большинстве ведущих отраслей. Вот такой подход. Спасибо вам большое за это интервью. От себя лично, Александр Александрович, желаю, чтобы вы сказали, что в 2018 году выручка была 100 миллиардов. Чтобы обязательно в 2018 году, когда мы встретились в этой студии, эта цифра была покорена. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Транзит». Следите за новостями, смотрите РЖД ТВ и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова